Весна на пороге. Не успеем оглянуться, пора снимать шапки и платки. А это значит, пришло время приводить голову в порядок. Какие стрижки и цвета обязательно нужно обновить, чтобы выглядеть модно? Ответы в нашем фотообзоре. Американцы говорят, разница между хорошей и плохой прической – одна неделя. Так почему же многие звезды продолжают выбирать стрижки, которые стилисты оставили еще в прошлом десятилетии? Многочисленные косы, коротенькие волосы цвета вороного крыла, каскады. Не берите дурной пример, в мире стрижек тоже есть тренды, и эти безнадежно устарели. Выбирая образ к весне, учтите 8 антитрендов. 1. Косы, косы, косы. Сложные, многочисленные, многоярусные, толстые, обернутые вокруг головы или проходящие по ней колосками. Скажите, как много действительно красивых кос вам повстречалось в последние годы? Обычно все, что мы видели, лишь неумелые попытки сделать нечто эффектное. А раз не получается и выглядит некрасиво, зачем мучить себя и окружающих? Тем более, это уже не модно. Рыбьи хвосты, французские колоски и прочие премудрости остались в прошлом. Хотите сделать с волосами нечто красиво, романтичное, распустите их и прихватите парой прядей, жгутов. 2. Ступенчатая стрижка, каскад. Поблагодарить за эту стрижку стоит Дженнифер Энистон, героиня которой в культовом сериале «Друзья» не изменяла ей ни разу. Вслед за Джан каскаду отдали предпочтение миллионы девушек во всем мире. Действительно, прическа хороша, четкие локоны мягко обрамляют лицо, придавая ему миловидность. Но всему свое время. Во-первых, тренд задержался. Сколько можно наблюдать одну и ту же прическу у каждой второй? Во-вторых, чтобы сделать тот самый мягкий изгиб, нужно хорошо постараться. Времени укладка занимает немало. И, в-третьих, сделать что-то еще ни голове не получится. Выбирая каскад, вы обрекаете себя быть одинаковой всегда. Зачем? Обратите внимание на альтернативное решение – стрижку боб с удлиненными прядями впереди или лоб – боб для длинных волос. Никаких ровных и четких срезов. Только плавные линии, воздушность, многослойность. Тоскуете по выразительным прядям у лица? Сделайте одну, ну максимум две разной длины. Три, выбритые виски или одна сторона. Тот еще тренд. Такая стрижка лишает женственности. Если и делать подобное со своими волосами, то только из бунтарских побуждений. Из моды она вышла, мало кого украшает, а девушкам с массивным подбородком придает еще более грубые черты. Если руки чешутся что-то выбрить, подумайте, как потом отращивать волосы, когда захочется выглядеть по-другому. Более уместен вариант, когда сбритая часть волос остается сзади, над шеей. При желании ее можно открыть и показать миру, а можно закрыть волосами. 4. Короткие многослойные стрижки. В короткой стрижке нет ничего дурного. Она открывает лицо, освежает, молодит. При этом мы говорим «нет» вариантам, требующим многочасовую укладку и тонны лака, чтобы закрепить результат. Например, стрижки с текстурированными кончиками, которые, по замыслу парикмахера, должны торчать наружу. Или обратному маллету, где затылок и макушка коротко выстрижены, а лицо с одной стороны обрамляет длинная густая челка. Пора отказаться и от короткой стрижки с длинным хвостом, закрывающим шею. Такая испортит любую даму, так как короткие волосы и закрытая шея – вещи несовместимые. Обращаем внимание на стрижки «Гарсон», «Боб», «Шек», а при укладке не стремимся уложить волоски один к одному. Легкая небрежность, мягкие линии и слегка растрепанные кончики – еще один вариант естественности в прическе. 5. Отросшие каре. Узнав, что в моде естественность, многие девушки решили вообще отказаться от услуг парикмахера. А зачем? Ведь можно просто отращивать волосы, укладывать их не нужно. Стилисты предупреждают, что даже если вы решили отрастить пряди, к парикмахеру стоит наведываться каждые два месяца. Прическа, потерявшая форму, выглядит неаккуратно, а ее обладательница – непривлекательна. Хорошим выбором станет стрижка «Лоб», длинный боб. Передние пряди длиннее задних, им можно придать небрежность или сделать абсолютно ровными с помощью утюжка. Лоб хорош тем, что с ним можно выглядеть по-разному, но всегда стильно и современно. 6. Мелирование. Делать пряди контрастными было модным лет 10 назад. Но до сих пор многие мастера так и не научились этому искусству. Хотя, уже и не нужно. Резкое мелирование отжило свой век, ему на смену пришли шатуш, балаяш, омбри. В моде натуральные оттенки, многогранный и светлый цвет, отсутствие резких границ, мягкие переходы. 7. Окрашивание в неестественные цвета. Вы когда-нибудь видели естественный желтый оттенок волос? И как много знаете женщин с волосами цвета вороного крыла? А знакомы с другими обладательницами синих прядей, кроме мальвины? Все это не натурально, поэтому говорим такому окрашиванию однозначно «нет». Наш выбор – чистые тона. Блондинкам – платиновый блонд, шатинкам и русам – все оттенки коричневого, русого, шоколадного. Хотите экспериментов? Попробуйте тонирование. Чтобы сбить оскомину, можно даже розовое. 8. Овальная окантовка. Помните, как парикмахеры убеждали, что именно так должны выглядеть длинные волосы. Ведь в хвосте длина выравнивается, он смотрится аккуратно. На самом деле странный овал по кромке – это неестественно. От него нужно избавляться. Ровный, четкий срез создает впечатление, будто вы только что вышли из салона красоты. Вот это – модно. Автор – Татьяна Торская. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и делиться публикацией в соцсетях. Нам будет приятно.